Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян. 10 часов почти 7 минут в Москве. Мы продолжаем нашу программу. 553-300-893-170-63-63. Наши эфирные координаты у нас в гостях президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Здравствуйте. Добрый день. Привет, Ростислав. Мы очень много в этой студии говорили по поводу отставки Яценюка. Я помню, что и различные персоны рассматривались на его место. Но вот теперь, когда уже управ делами Порошенко, можно сказать, наверное, и так, из Вашингтона пообещал Украине миллиард долларов за отставку Яценюка, так и отставка будет? Ну, так это же Порошенко пообещал миллиард долларов за отставку Яценюка. Нет, это Обама пообещал Порошенко. Порошенко даст. Нет, Обама Порошенко ничего не обещал. Это Порошенко пообещал Украине миллиард долларов за отставку Яценюка. Порошенко даст миллиард долларов. Может быть, и будет. Смешно. Нет, на самом деле, там же сейчас трогательная ситуация сложилась. Когда-то, дай бог памяти, в 2009 году был такой эпизод в украинской истории. Ширка, так называемая Ширка. Да, между Тимошенко и Януковичем, которая складывалась против Ющенко. Складывалась, но складывалась, а потом в последний момент Юлию Владимировну поймали. Когда она вышла, сказала, что мы тут уже все. У нас уже, можно сказать, новая коалиция. На что Виктор Федорович сказал, что у нас нет. У нас нет коалиции. Вот сейчас также поймали Петра Алексеевича. Когда он со всеми договорился, вышел, вывел свой блок из коалиции, коалицию разрушил и собрался уже, так сказать, делить трофеи. А его подельники сказали, что у нас коалиции нет, нам еще не все дали, что мы хотели. А хотим мы многое, еще даже сами не знаем, что мы хотим точно. И Петра Алексеевич оказался в дурацком положении. С одной стороны, он боевые действия начал. В общем-то, Яценюка надо дожимать. И я абсолютно уверен, что он рано или поздно дожмет, потому что все-таки в данной ситуации проще отправить в отставку премьера, чем переизбирать президента. Но теперь непонятно, а ему вообще-то уже выгодна отставка Яценюка? Или сейчас его друзья-товарищи попросят столько, что лучше бы Яценюк оставался на своем месте? И сейчас, я так понимаю, в Киеве идут большие торги вокруг всего этого. Поэтому, по большому счету, пока они там торгуются, Арсений Петрович может еще и довольно долго просидеть. А может и уйти в отставку. Как все причудливо. Какие причудливые вызорунки. Есть такое слово украинское. Узорчики, да? Ну да, но там же всегда желаний как минимум на одно больше, чем участников. Всегда хочется больше, больше и больше. И поскольку Порошенко подставился, и с него теперь можно требовать, они и требуют, и будут требовать. Не, но самая большая радость на Украине по поводу того, что Обама пообещал миллиард, если Украина создаст правительство. Ну да, ну Украина... Ну, сама постановка вопроса прекрасная, я считаю. Ну, у Украины вообще есть правительство? Ну, у Украины нет коалиции, но есть правительство. Значит, новую коалицию, в принципе, можно создать под старое правительство. Можно создать новую коалицию под новое правительство. Здесь большое пространство для маневра. Тем более, что обещать не значит жениться. И еще раз повторяю, это пока что, знаете, со слов Порошенко ему там кто-то что-то обещал. На самом деле, я вообще-то не очень хорошо представляю себе, как Соединенные Штаты, как администрация Соединенных Штатов сможет в предвыборный год дать Порошенко любую значимую сумму. Даже не миллиарда, а полмиллиарда. Потому что Украина находится в состоянии дефолта. Пусть она его не объявляет, но судебный процесс в Лондоне, она проигрывает однозначно. И профинансировать дефолтную страну не из денег МВФ, а из денег американских налогоплательщиков, когда заранее известно, что эти деньги никому возвращены не будут, это очень хорошо подставится в предвыборный год под серьезную критику. Причем не себя подставить, Обаме-то уже все равно он уходит, а подставить свою партию. Более того, даже если это оформить так, как говорил Порошенко в начале своего визита, когда он сказал, что он едет за американскими гарантиями на 3 миллиарда долларов. Какая неожиданная сумма. Да, это тоже хорошо подставится, потому что понятно, что ты не даешь чистых денег, ты просто гарантируешь чьи-то долги, а взять эти деньги он может у французов, немцев, китайцев, хоть в Буркинафасов, главное, чтобы дали. Так вот, под американские гарантии даст кто угодно, это правда. Но потом Порошенко проигрывает судебный процесс, не Порошенко, Украина проигрывает судебный процесс. Как только Лондонский суд решает, что да, Украина должна, и дефолт наступает уже и физически, эти деньги можно сразу требовать. И поскольку Украина ничего не заплатит, то требование будет обращено к Соединенным Штатам, которые их обещали. И это значит, что там, независимо от того, 3 миллиарда, миллиард, полмиллиарда они дадут, значит, что их сразу надо будет выплатить. Это очень неудобная ситуация. Поэтому пусть Петр Алексеевич Мичальчик получит. Не, ну почему, там есть достижения. Вот Байден сказал, что 330 миллионов долларов выделит, но там интересная же схема, да, это еще похлеще гарантии. Это 330 миллионов долларов на подготовку украинских пограничников, полицейских, и еще там кого-то. То есть, что произойдет? Американцы проведут это по... Они заплатят сами себе. Да, по украинскому счету. Заплатят сами себе за подготовку, а Украине останется долг в 330 миллионов долларов за подготовку американцами украинских пограничников. Нет, вот так связанные кредиты, там, на какие-то относительно небольшие суммы, там, 100, 200, 300 миллионов, 10 миллионов, в Украине сейчас дают, когда мы платим сами себе, да, а там оказываем им какие-то услуги, да, практически это финансирование своей собственной экономики. В Украине-то от этого не холодно, не жарко. Вот вернее, скорее жарко. Потому что долг-то остается. Ну, когда ты уже все равно всем должен, тебе все равно, ты должен 30 миллиардов или 300 миллиардов. Нет, ну это же украинский анекдот. Макола, сдается, что мы с тобой поилы... На шару. Да, за даром поилы, но этого самого... Фекальные массы, да, мягкая. Я искал мягкое слово, что они там поели. Вот получается так, да? Да, получается так. Ну, кстати, с моей точки зрения, сейчас актуальность поездок Порошенко и его рассказов, в общем-то, примерно нулевая. По большому счету, ну какая нам разница, уберут Яценюка или не уберут? Назначат на его место Гройсмана или Ереська? Дадут американцы 500 миллионов, 700 миллионов, миллиардов или вообще ничего не дадут? Ведь, по сути дела, эта ситуация никак не меняет. Если даже вспомнить январские высказывания Ереська, она говорила, что она уверена, что с февраля месяца МВФ начнет финансирование Украины по новой... Уже март закончился? Да, уже апрель наступает, но дело не в этом. Она тогда называла сумму, которая нужна единовременно и сразу в феврале, 7,5 миллиардов долларов. Тогда она объединяла в эту сумму неполученные октябрьский и декабрьский транши, эти МВФ. Значит, ну 7,5 миллиардов никто не даст, даже половину от этой суммы никто не даст. А это, в общем-то, деньги, которые должны были быть на Украине уже квартал назад. То есть сейчас, ну, по большому счету, внутренние проблемы многие, да, на уровне правительства, на уровне, там, противостояния всех этих элитных группировок, они ведь обострились, потому что денег нету. Если у тебя нечего делить из государственной казны, то ты начинаешь делить имущество своего соседа, потому что по-другому ты управлять страной не умеешь. Следовательно, либо Яценюку надо поделить Порошенко, либо Порошенко надо поделить Яценюка. И, кстати, это процесс неостановимый. Поэтому, как по мне, так Порошенко может съездить в Соединенные Штаты, в Австралию, еще куда-то. Если не будет везде просить много, а будет просить там миллионов по 15, то может быть... Не скребет. За сотню поездок можно даже полтора миллиарда наскрести. Там, правда, надо будет вычесть какую-то сумму на бензин, на авиационный керосин. На транспортные гостиницы, да. Но это, по большому счету, не так много. Я думаю, что там в 50-сотню миллионов долларов уложится, даже с чаевыми. Ну, вот, кстати, ты сказал, апрель уже, да. Сегодня 1 апреля. Мы совсем в нашем эфире не уделили внимания дурацким шуткам. Вот. Это не случайно, ровно потому, что у нас, видите, в последнем часе есть обсуждение Украины. И, в принципе, все, что там происходит, всю тематику 1 апреля, с моей точки зрения, отражает и снимает. Да, я, кстати, последние две недели просто постоянно получаю с Украиной все более и более радостные известия. Потому что я, помню, тебе когда-то говорил, да, что я регулярно читаю человек 10-20 своих бывших знакомых, да, которые заняли кто-то в 4-м, кто-то в 14-м году майданную позицию во всем диапазоне, там, от отпетых фашистов до обычных обывателей, которые страдали по поводу... Чтобы кофе пить с круассанами, как у Парижа. Да, страдали по поводу кровавого режима Януковича. Так сказать, чтобы от корней не отрываться, потому что когда ты человека лично знаешь, да, то знаешь следов, которые он вращает, то ты примерно понимаешь, как мыслит весь этот социальный слой, какие у него возникают проблемы. И вот последние 2-3 недели я с чувством глубокого удовлетворения читаю выдающуюся дискуссию, которую ведут между собой украиноязычные украинцы и русскоязычные украинцы, причем все они, кстати, сторонники действующего режима в той или иной форме. И украиноязычные объясняют русскоязычным, что русскоязычные не украинцы, а можно сказать, даже враги народа. Те говорят, да как же мы же Майдан поддержали, вы не понимаете. Мы должны быть все вместе, вместе противостоять... И на Украину у нас. Да, вместе должны противостоять российской агрессии, вы же страну изнутри раскалываете. А те говорят, нет, 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 ребята, вы не украинцы, потому что украинцы говорят по-украинским, а вы отказываетесь. Таким образом вы являетесь пятой колонной. А я просто вспоминаю, каких предупреждали много лет назад, когда им говорили, ребята, вначале перевешивают нас, но потом сразу же займутся вами. Потому что у тех, с кем вы дружите, постоянно должен быть враг. И как только исчезает один враг, крайние исчезают, тогда берутся за тех, кто стал крайними. И так до самого конца. Они и украиноязычных украинцев потом начнут навешать, если время останется. Но вот сейчас под рукой русскоязычные, я вообще читаю трогательный диалог, когда один мой знакомый выступает в Фейсбуке с возмущенным заявлением по поводу того, что, как я уже сказал, вы подрываете наше единство, вы подрываете основы украинской государственности, вы не понимаете, что мы русскоязычные, даже, может быть, больше украинцы, чем вы, и так далее, и так далее. А вы вот тут вот заявляете, что тот, кто говорит по-русски, тот вообще и не украинец. И ему его жена пишет в комментариях, да, Витя, вот эти обормоты, они вообще ничего не понимают. Ведь, несмотря на то, что в тебе нет ни капли украинской крови, но ты такой украинец, такой украинец, что им всем еще... Хороший предмет дискуссии. Да, учиться и учиться. А черепах, когда начнут говорить? До тебя. Нет, так вот я думаю, понимаешь, а потом они возмущаются, когда им говорят, что украинец это не этническая, а политическая категория, это состояние души. Ну, понимаете, человек сам признает, что в нем нет ни капли украинской крови. Ну, даже теоретически украинской, да. Что по-украински он даже разговаривать не хочет. Он возмущается, что его к этому принуждают. И чем он мотивирует свою украинскость? Ну, тем, что он ходил по Майдану, там, значит, организовал оттуда... И Россию ненавидит. Да, организовал оттуда, так сказать, трансляции прямые. Что он не замечал портрета Гитлера-освободитель на Киев-Горгос-Администрации, спрашивал, где здесь фашизм, там, и так далее. Нет. А теперь он возмущается тем, что те же самые стандарты применены к нему. И считает себя при этом украинцем. Ну, это мне просто напоминает вот эту вот дискуссию, двух горящих парней, да, бакинского армянина Авакова и грузинского нациста Саакашвили, которые кричали друг другу, это я украинец, нет, это я украинец, а ты-то такой. Было бы смешно, если бы не было это грустно. На этом фоне, кстати, мощное действие произошло в комитете Верховной Рады, который обсуждал вопрос о разрыве депотглашений с Россией. Вот, Поросюк победил комитет. Теперь Порошенко побеждает Поросюка. Точно, да. Но Порошенко сказал, что это там какое-то слово, такое слово он употребил, типа, непозволительно. Да, невозможно. Невозможно, недопустимо что-то там такое, да, вот, разрыв депотглашений. Кстати, вот тоже же интересно сознание устроено, да, при этом Порошенко, для которого недопустимо и непозволительно разрыв дипломатических отношений с Россией, в это же время буквально произносит тезис о том, что он ведет войну с Россией. То есть Порошенко ведет войну с Россией вне разрыва дипломатических отношений, и это нормально. Ну, с точки зрения, знаете, украинского осознания, да, там, где могут существовать украинцы не только без капли украинской крови, но никогда не жившие на Украине, но тем не менее отвечающие двум требованиям, да, поддержка Майдана, ненависть к России, с этой точки зрения вполне нормально. Ну, понимаешь, что украинец Акашвили, это не меньше аксюмарон, чем война в условиях поддержания дипломатических отношений, и... Невозможность и недопустимость разрыва дипломатических И подача исков ВТО по поводу того, что Россия торговать с Украиной не хочет. Или как-то не так торгует, как-то. Как-то не так торгует Россия. Ну, кстати, тут еще, это все, конечно, вот смешно, ну, а если о действительно каких-то серьезных вещах, вот много сообщений о том, что поперли на линии соприкосновения в Донбассе, вот несколько дней... Ну, уже несколько недель вообще-то есть сообщения. Недель, да, но несколько дней вообще как-то очень активно, да, что идут обстрелы Ясиноватой, Горловки. Ну, так это уже несколько недель продолжается, что идут там боевые действия средней интенсивности, перестрелки, там, в этом самом районе Авдеевки, там, в промзоне и так далее. Каждый раз есть опасения, что это может вылиться в широкомасштабный конфликт, ну, измени, а что, собственно, Киеву делать? Во-первых, там существуют неподконтрольные ему реально, неподконтрольные ему нацистские банды. Тот же самый правый сектор там частично переименовался в какую-то там очередную армию Яроша, значит, частично остался правым сектором, значит, есть и формально регулярные части, которые неформально являются, по сути дела, теми же самыми нацистскими батальонами, которым хочется повоевать. Ну, и кроме того, даже если бы вся армия подчинялась бы Киеву, что Киеву, собственно, делать? Нельзя держать армию год в окопах, да? Это и объяснять им, что они с кем-то воюют, если они ни с кем не воюют. Так можно вообще до братания дождаться. Или, по крайней мере, она сопьется и расползется по домам. Не, ну, нацистские батальоны для того и нужны там, чтобы братания не допустить, да? Чтобы не это держать. Потому что Донбасс с нацистами обрататься не будут. Это точно понятно, да? Нет, дело в том, что эти самые, что нацистские батальоны, кстати, еще в конце 14-го, в начале 15-го года, значит, допускали возможность, даже более того, выдвигали такую идею, значит, что надо вообще вместе с теми самым, вместе с сепаратистами надо разобраться с властью в Киеве, а потом уже разбираться с сепаратистами. Потому что киевская власть мешает им воевать друг с другом, да? Значит, как они говорили. Вот, поэтому нацистские батальоны, это тоже, значит, с точки зрения любви к киевскому режиму далеко не благоприятный фактор. То есть они вполне при определенной ситуации, они вполне могут еще и туда развернуть, что им тоже надо давать воевать. То есть если им вообще запретить войну с Донбассом, то как они говорят, мы объединимся с сепаратистами, пойдем на Киев, а потом будем воевать. Значит, поэтому Киеву приходится как-то, так сказать, выкручиваться из этой ситуации. Другое дело, что они по лезвию ходят, потому что действительно в любой момент вот все эти средние интенсивности боевые действия могут прирасти в полномасштабные. Это ведь такая ситуация, она слабо контролируемая, тем более, когда ты этих людей не контролируешь и политически. Даже когда регулярная армия начинает втягиваться в такие боевые действия, они всегда могут просто самопроизвольно перерасти в серьезный конфликт. Значит, поэтому, а серьезный конфликт для Киева сейчас смерти подобен, потому что они в очередной раз терпят поражение, и я не думаю, что вот эта вот серьезно ослабленная власть, причем ослабленная уже внутренними дрязгами, которые уже даже на международном уровне не поддерживают, что она в очередной раз сможет устоять. Но дважды она была, кстати, спасена переговорами, когда наши, кстати, европейские друзья говорили, что давайте сядем за стол переговоров, как-то утлесем проблему, потому что никому же не надо, чтобы на самом деле там начиналась очередная махновщина. Ну, реально, лучше Порошенко, чем Поросюк. Чем лучше, чем Поросюк? Опять же, как в том анекдоте. Ну вот, понимаешь, по Донбассу тут же тоже еще интересное событие произошло, да? То есть вот Крым, Киев, он же не ведет переговоры, да? Минские соглашения не реализуют и не собираются реализовать. Тем временем в Донбассе выпустили свои паспорта, а Российская Федерация их признала и разрешила свободный въезд на территорию Российской Федерации и неограниченное пребывание на территории Российской Федерации с паспортом, выданным в Донецкой и Луганской народных решетов. То, что Донбасс для Украины потерян, было понятно в тот момент, когда начались, первый раз начались полномасштабные боевые действия, когда начались артобстрелы городов. Еще в мае, в июне 2014 года. Дальше вопрос заключался только в том, как этот развод будет оформляться путем какой-то там федерализации и конфедерализации, когда Донбасс остается формально в составе Украины, как Приднестровье в составе Молдавии, но при этом, по сути дела, является самостоятельным государственным образованием, собственной внешнеэкономической политикой, собственной армией, собственными политическими структурами и так далее. Либо это будет оформляться путем постепенного достижения независимости. Ну вот, Киеву был западом брошен в спасательный круг в виде Минских соглашений. И не случайно уже в конце концов даже Байден стал настаивать на том, чтобы Киев выполнял соглашение, а проводил федерализацию. Говорил им открытым текстом, ребята, это ваш последний шанс. Другого у вас уже не будет. Вот. Таким образом, можно было как-то стабилизировать вот эту вот Украину, пойти по первому пути формального сохранения ее в собственных границах. Что дальше делать с этим межуумочным ублюдочным образованием было непонятно, но, по крайней мере, решение проблемы на какое-то время откладывалось, можно было на международном уровне о чем-то договариваться. Украина пошла по второму пути, она таки не смогла выйти в режим переговоров по целому комплексу внутренних причин. Значит, она пошла по второму пути, и, значит, Донбасс постепенно явочным порядком оформляет свою независимость. И постепенно, опять-таки, явочным порядком понятно, что будет оформляться с течением времени его включения в состав Российской Федерации. Потому что существование в виде такого малопонятного анклава невозможно. Возможно, значит, это просто одна из ступенек к переходу в состав России. Задавайте вопросы. Задавайте вопросы. Мы остановились с тобой на том, что де-факто самостоятельность республик будет оформляться, ввиду того, что Киев ничего не делает и не собирается делать, по всей видимости не будет делать. И интеграция в Россию этих республик де-факто будет продолжаться. Неизбежно. Неизбежно, да, будет продолжаться. Впрочем, ситуация для Киева еще хуже. Я же не случайно привел этот пример с русскими украинцами, как я их называю, с полицаями, которые фашистам служили, и которые теперь обнаруживают, что, в общем-то, их как... И недолюбливают. Да, их как еврейскую полицию в гетто отправляют в печи крематория последней, но все равно отправляют. Ведь, что происходит, начинается внутренняя грызня уже на бытовом уровне. Ведь если раньше друг друга ели только политики, да, политическая настройка, то сейчас начинают сталкиваться крупные социальные группы, ну, там, внизу. То есть процессы вышли за пределы политического пространства, и поедание режимом самого себя опустилось в быт, в квартиру. То есть это то же самое, что было 5-6 лет назад по отношению к нам, да, к тем, кто считал Украину и Россию одной страной и народ единым, да. Значит, тогда нам говорили, что мы там пятая колонна, там, и так далее, и тому подобное. Сейчас то же самое, они говорят своим подельникам по Майдану. И таким образом стимулируется еще и их самоидентификация. Ты можешь сколько угодно говорить, что ты украинец, да. Но если власть и ее вооруженная сила, те же самые нацисты, говорят, что ты русский, и тебя за это будут немножко убивать, то рано или поздно тебя либо убьют, либо ты все-таки станешь русским. И вот этот вот внутренний раскол, да, он ведь не стимулирует ни стабильность, ни устойчивость украинского государства, как раз наоборот. Он создает новые очаги напряженности. И ликвидировать этот раскол, подавить его никак нельзя. Потому что решить проблему можно было бы при наличии доброй воли и большого количества денег. Тогда можно было бы эти вот банды нацистов постепенно купить, отправить по домам, короче, выкупить у них оружие. Загрошиво-якостно задалось, Ростислав. Знаешь, что, последняя новость поступила. Это ровно к тому, что ты говоришь. УЕФА отстранил футбольный клуб Днепр Коломойского от Еврокубков за долги. Вот. За долги какие? Из-за долгов перед бывшими тренерами и футболистами. Ну, так Коломойский же говорил, что долги платят только трусы. Он не трус, он не платит. Ну, вот интересно. Так, знаешь, такая аналогия возникает. Хорошо, футбольный клуб Днепр, перед которым у Коломойского долги, он не собирается их платить. А вот перед правым сектором, там, и батальоном АЗОВ у Коломойского тоже, наверное, есть долги? Ну, я не знаю. Может быть, можно устранить как-то что-нибудь там тоже из какой-нибудь лиги вычеркнуть? Это надо у них спрашивать, если у Коломойского перед ними долги. Но я думаю, что Коломойскому все равно, что там они думают по этому поводу. Потому что Коломойский живет в Швейцарии. И что происходит на Украине, его волнует мало. Тем более с того момента, как его, как и всех других украинских олигархов, собственность на Украине начала стремительно терять свою капитализацию. Значит, по большому счету его интересует только регулярная добыча ферросплава в его ГОКах и их регулярный вывоз для продажи на мировых рынках. Потому что от доступа к государственной казне его оттеснили одним из первых. Правда, он оттуда и зачерпнуть успел, наверное, больше всех. Других источников дохода у него на Украине нет и не предвидится. Я не думаю, что Игорь Валерьевич окажется настолько глуп, чтобы, скажем, принять участие в приватизации украинской земли. Если так... Если бесплатно. Да, даже если бесплатно. Потом же налоги возьмут. А жадность? А зачем? Жадность побеждает страх, Ростислав. Жадность всегда побеждает страх. Дело в том, что, конечно, Коломойский, он в политическом смысле так же девственен, как все остальные украинские олигархи, которые подарили Западу страну. А теперь удивляются, почему у них все так плохо. Нет, так Западу страну подарили. А то, интересно же, правда, что произошло. Они ненавидели Януковича и семью. Что, дескать, семья Януковича. Да не всех ненавидели. Много себе берет. Ну, вот прошло два года, Форбс вышел вчера замечательный. Вот, из всей этой там восьмерки олигархов, у всех все ушло вниз, причем радикально, там, на 50%, на 30%. Только у Петра Алексеевича прирост на 100 миллионов долларов. Ну, так он же талантливый менеджер, он же президентом стал. Такое чудо. У Яценюка тоже рост. Такое чудо произошло. Это экономическое чудо, можно сказать. Да. Ну, как-то так. Видать, талантливый управленец, действительно. А мы-то думали, а. Так вот, Коломойский, конечно, в политическом смысле человек достаточно ограниченный, но все-таки он обладает такой практической хваткой. Он обычно не вкладывает деньги в абсолютно убитые проекты. И даже жадность здесь не может его победить. Он в состоянии, в этом плане он в состоянии просчитать на два-три шага вперед. Значит, а ты меня извини, но я же тебе говорю, даже если тебе украинскую землю дадут бесплатно, да? Во-первых, потом все равно конфискуют. А во-вторых, еще потребуют уплатить налоги за то время, что ты ее владел. Я хочу тебе скажу, хитрый ход есть. В принципе, как вся приватизация была устроена. Получить бесплатно и продать американцам за рубль. А, это если американцы купят? Быстро, если, да? Главное, успеть же быстро. Нет, если купят. Ну, а куда денутся? Надо найти какого-нибудь лоха. Еще когда там говорят, рассказывают эти страшилки, что там шведы вывозят украинские черноземы, да? Ну, это еще как-то там для средней паршивости потребителя укладывается логическую схему. В Швеции одни скалы, чем-то их засыпать надо. Но в Соединенных Штатах вообще-то прекрасная почва. Значит, не хуже, чем украинские черноземы. Что они будут засыпать этим черноземом? Канадцам его продавать за 2 рубля? Ну, понимаешь, бизнес сложная материя. Тем более постсоветский бизнес. Главное вовремя украсть и продать хотя бы за рубль или то, что тебе досталось за бесплатно. Вот с этого 1 рубля и живу, понимаешь? Присоединяются наши киевские слушатели и хотят узнать ваше мнение по поводу заявлений со стороны Нидерландов о том, что Украина останется без Евросоюза. Но в то же время наш слушатель говорит о том, что, в общем-то, информационная кампания на Украине по-прежнему строится на том, что пока прогнозировать результаты референдума достаточно сложно. И вопрос заключается в том, доколе нас будут манить этой морковкой? Еще 25 лет, как сказал Юнкер. До тех пор, пока будете чувствовать себя ослами. Потому что морковка ведь действует только на осла, понимаешь? Или на этого зайчика. Где у вас зайчик, вы сами знаете. Это я для киевских слушателей. Извините, ради бога. Во-первых, это тут редкий случай, когда украинская пропаганда говорит абсолютную правду. Потому что, во-первых, заявление Нидерландов было сделано в пользу, то есть в поддержку подтверждения соглашения об ассоциации. И там премьер-министр, успокаивая свой разбушевавшийся народ, сказал, что речь же не идет о принятии Украины в ЕС. Мы просто соглашение об ассоциации с ней подписали, которое нам выгодно, а не им. Поэтому успокойтесь и голосуйте как надо. По поводу непредсказуемости референдума, это тоже правда. Потому что последние данные, которые публиковались неделю назад, свидетельствуют, что там примерно по трети разделилось на данный момент население. То есть порядка 32 или 33 процентов, или 34, за то, чтобы отказать в ратификации. На 1 процент меньше за то, чтобы подтвердить ратификацию. И 29 процентов неопределившихся. Я понимаю, что эти 29 процентов неопределившихся, их вряд ли можно будет за вот эти вот отсчитанные дни, которые остались. Они скорее всего не пойдут. Да, они скорее всего не пойдут. Часть пойдет, определится в последний момент, но скорее всего не пойдут. Поэтому в такой ситуации, когда около трети населения манкируют вопросом референдума, появляется большое количество возможностей решить проблему так, как это выгодно правительству. Как путем чисто техническим, потому что поменять там колебания в 1 процент в ту или в другую сторону, это не проблема, значит, даже подтосовывать ничего. Достаточно энное количество бюллетеней признать недействительными. Так и путем совершенно легальным за счет усиления агитации в последние дни просто заставить там 1-2 процента от неопределившихся прийти на референдум и проголосовать так, как надо, и таким образом получить нужный результат. Более того, по большому счету, сам по себе референдум не играет в данной ситуации никакой роли. Во-первых, даже для Нидерландов он консультативный. Я понимаю, что, допустим, парламент может и, скорее всего, учтет его результат при своем голосовании, но вся эта радость заключается в том, что соглашение об ассоциации уже действует. Оно действует в экономической части с 2014 года, а в политической части с января 2016 года. Наоборот. В политической с 2014, а в экономической с 2016. Да, в экономической с 2016, да. Более того, международное право, международная практика предполагает, что нератифицированный документ, если исполнительная власть считает, что он должен действовать, он может действовать. То есть положения этого документа могут выполняться совершенно добровольно, без ратификации в национальных парламентах. Евросоюз, кстати, так и поступил в самом начале, когда он запустил действие соглашения об ассоциации поэтапно раньше, чем оно было ратифицировано. Вот мы остановились на этом референдуме голландском. Прекрасный премьер-министр Голландии, чтобы успокоить свое население, сказал, что Украина никогда, не бойтесь голландцы, голландцы, не бойтесь, Украина никогда не станет членом Евросоюза. А ассоциации это для того, чтобы украинских лохов обдирать. Это нам выгодно. Поэтому идите, голосуйте за ассоциацию. Да, так вот, а теперь давайте предположим, что соглашение об ассоциации перестало действовать. Вот голландцы не проголосовали, парламент не ратифицировал, Евросоюз развел лапками, сказал, ну, извините, воля народа. Ну и что поменялось? Ведь вот как сейчас правильно прозвучало в новостях, только была заявлена позиция российского руководства, ущерб уже нанесен. Это России нанесен ущерб. А украинская экономика уже уничтожена соглашение об ассоциации. То есть, она свою роль, по большому счету, уже выполнила. Может быть, не полностью, потому что там были варианты развития событий, да, Украина как рынок... Там был вариант того, что России через это больший ущерб нанесут. Если бы Россия не закрылась, то ущерб нам был бы гораздо больше. Естественно. Был вариант Украины как рынок для Евросоюза, причем транзитный рынок на рынке СНГ и так далее, и России в первую очередь. И был вариант, так сказать, программа минимум, да, просто уничтожение украинской экономики, выбивание конкурентов. Ну вот программа минимум уже выполнена, программа максимум невыполнима. Поэтому будет действовать соглашение об ассоциации, не будет действовать соглашение об ассоциации. Раньше помрет по дешах, или раньше помрет и шаг, или не дай бог сам на средин, значит, суть и дела это уже не поменяет. Снявши голову, по волосам не плачут. Есть такая пословица, я так понимаю. Вот она здесь в прямую относится. Да, я уже говорил там и по поводу, кстати, Яценюка, и по поводу гигантских перспектив, там, Порошенко, и вообще всех этих внутриполитических грязг, которые, по-моему, интересуют уже только украинских журналистов и политических консультантов, потому что на них можно заработать. Там внутри страны хоть какую-то копеечку. Значит, что с точки зрения как перспектив Украины, так и с точки зрения перспектив взаимоотношений России с Украиной, это уже ничего не меняет. Ни фамилии не меняют, ни сроки, значит, ни какие-то конкретные решения, значит, Украина уже дошла до той черты, когда вернуться назад невозможно. Это вот как, ну, сам, до февраля 1917 года у России было много вариантов развития, а с февраля все покатилось к октябрю и дальше. Вот так и здесь. Но глубинные украинские политические мысли, они продолжают волновать, штормить. Вот украинский министр заявил, что политической, внимание, Ростик, слова какие высокие, политической задачи не соглашаться на покупку российского газа, нет. Сам-то понял, что сказал, нет? Те, которые предложили переименоваться в Киевскую Русь. А если ты обратил внимание вообще, если посмотреть там высказывания украинских политиков, то, что пишут, сказать, украинские эксперты и так далее, то в 99% случаев это набор слов, которые связаны во вроде бы правильные грамматические конструкции, но не имеющие под собой абсолютно никакого смысла. То есть ты можешь прочесть 4-5 страниц текста, значит, и перед тобой вроде бы будет связанный текст. Но когда ты попытаешься выжать какой-то сухой остаток и спросить, а сказать-то, чего хотел автор этого текста, ты обнаружишь, что это просто вот набор черных знаков на белой бумаге, но больше ничего. Только бумагу испачкали, да, но смысла никого нет. Так как же тебе понять, ежели ты ничего не говоришь, как было в известном фильме. Что там, Оля, у нас слушатели спрашивают? Ну, здесь по ренту Магинов приходит сообщение о том, что Украина в состоянии, оказывается, обходится без российского газа круглый год, об этом заявил глава «Навтогаза». А наши слушатели спрашивают по поводу сегодняшней заметки в «Нью-Йорк Таймс» о том, что Украина – это коррупционное болото, и наш слушатель, который живет в Киеве, интересуется. То есть получается, что в это болото никто вкачивать ни цента не собирается в дальнейшем? Как тогда выживать? Ну, может быть, центы вкачают. Может быть, даже вкачают 10, 20, 30 центов. Может быть, даже 500 или 1000 центов. Просто дело в том, что, безусловно, такого количества денег, которое надо для того, чтобы Украина могла сохраниться и существовать в качестве хотя бы полусуверенного государства, она никто не даст. Во-первых, их нету, а во-вторых, зачем? Кстати, по поводу того, что это коррупционное болото, ну, не первый раз об этом пишет западная пресса, ну, по-моему, все годы существования Украины писала о том, что это коррупционное болото. Только почему-то украинцы на Майдане, значит, заявляли, что вот если убрать от власти там Кучму или потом Януковича, то коррупция сразу исчезнет вместе с ними. А те люди, которые работали буквально под ними на следующих этажах украинской власти, те же самые там Порошенко, Тимошенко, Ющенко, и которые были создателями всех этих коррупционных схем, они, заняв высшую должность или высшие должности, сразу же станут белыми, пушистыми, перестанут воровать, значит, начнут жить по правде там и так далее. Потом, когда это не происходило, они каждый раз удивлялись и говорили, ну ладно, в этот раз мы, конечно, с властью ошиблись, но в следующий раз ни в коем случае не ошибемся. Ну и вот прошло с первого раза по второе 10 лет, да, кого в 2004 году привели к власти на Майдане, тех же самых и в 2014 году привели к власти там же на Майдане. Сейчас опять говорят, ну ошиблись маленько, но сейчас еще немножко и уже ошибаться не будем. Вот, поэтому как выживать, как выживать? Ну так как раньше выживали, либо бежать, сломя голову с этой территории, либо просто надеяться на лучшее. Не все же умирают. Есть у меня подозрение такое, Ростислав, что поскольку вот ДНРовские, ЛНРовские паспорта дают возможность беспрепятствовать... А думаешь, очередь будет? Будет очередь. Несерьезно. Ты знаешь, если даже вот, ну, сделает Россия еще, например, такие шаги, чтобы, ну, жителям республик, да, давать возможность там работать в облегченном режиме на территории России, еще что-то, вот, то количество сепаратистов с этими паспортами, ну, сразу резко очень вырастет. Я бы с тобой согласился, если бы не один нюанс. При условии, что Россия хотела бы провести подобного рода паспортизацию украинского населения, она просто бы начала бы выдавать российские паспорта, потому что, ну, по большому счету, в России двойное гражданство разрешено, а изменить правила получения, значит, в силах исполнительной власти для этого даже не надо соответствующие законы принимать. Значит, но Россия ведь тоже, ну, не то чтобы не заинтересованно, она просто не в состоянии переварить огромный потенциальный поток беженцев из этой черной дыры, пусть даже с донбасскими паспортами. Поэтому изначально, значит, вопрос заключался в том, что выдавать-то будут только жителям ДНР, ЛНР. Я думаю, так и будут выдавать, это я пошутил. Причем, 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 проблема заключается в том, я не знаю, как они там решили, да, сейчас, потому что, ну, не публиковали они свои внутренние документы о том, на каком основании будут паспорта, но ведь речь пришла даже о том, что тем, кто выехал из ДНР, ЛНР, да, и не жил там последние два года, они паспорта выдавать не будут. То есть, либо они выдадут четырем миллионам, которые там числись, были прописаны, да, либо они выдадут там полутора или двум, которые остались после двух лет войны. Но никак не сорока миллионам населения Украины. Да я тоже так считаю, я просто понимаю там, что даже по официальным подсчетам ФМС Украины, да, в Россию на заработки, и вообще находится порядка четырех миллионов украинцев здесь. Да, так это постоянная цифра. Там только, самое, пару сотен тысяч вахтовым методом работало в Тюмени, кстати, вот из этих самых, из бандеровских регионов они ездили. Там же была сосредоточена вся украинская нефтянка, там, кстати, специалисты, там вузы, и они продолжали ездить до самого последнего момента, да и сейчас ездят, работать вахтовым методом в Тюмени, добывать тот самый, смотри, российский нефтегаз. Который они не будут покупать, но он им уже не нужен. Тут, правда, с гордостью заявил министр энергетики, да, Оля, украинский? Глава автогаза. Глава автогаза, что они могут обойтись без российского газа. Да, конечно, обойтись можно без всего. Потребителя-то нет уже. Нет, нельзя обойтись только без хлеба и воды, а без всего остального обойтись можно. В пределе, да. В пределе можно и без хлеба, на воде можно... Ну, не долго. Ты проживешь, ну, сколько? Ну, не долго. Вопрос в том, сколько. Ну, действительно, украинской промышленности больше нет, потреблять газ некому. Интересно, что будет происходить с потребителями, которые потребляют пока украинский газ, я имею в виду население, потому что цена уже сумасшедшая. А как? Там постоянно тарифы растут, причем не только на газ, на электроэнергию и на все. Ну, и вот сейчас будет просто, я думаю, что до конца следующий сезон будет сезоном обвальных, тотальных, всеобщих неплатежей населения за газ. Так они уже начались. И, в принципе, можно будет закрывать не только потребителей этих, в смысле, людей, они и сами закроются, а и украинскую газовую промышленность, в принципе. Если уже начали в Днепропетровске еще полгода назад, там, или три месяца, изымать квартиры за неплатежи, да, то есть выгонять для неплательщиков. Пусть в маленьком объеме, но выгонять. Это значит, что неплатежи в массовом порядке уже начались, с ними уже начали бороться. Ну, хорошо. Спасибо, Ростислава Ищенко, за... За этот разговор, спасибо вам большое. Как всегда, здесь разговоры, когда ты пропускаешь наши программы, слушатели возмущаются, я тоже возмущаюсь. Я постараюсь не пропускать. Вот, потому что ты у нас звезда радиоэфира, заслуженная, и мы рассчитываем, что ты не будешь пропускать больше, ну, по возможности, по крайней мере, Ростислава. Ну, я, по возможности, и так не пропускать. Да, наши эфиры, спасибо тебе большое. Спасибо. 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 Спасибо.